Значит, зачем вообще компаниям в сфере строительства нужен YouTube? Особенно сегодня. Почему его актуальность так выросла? Во-первых, начнем с того, что строительные компании, девелоперские компании, это компании полного цикла от покупки участка до обслуживания дома, они всегда закупают рекламу. Это Яндекс, ВКонтакте и другие каналы. И, соответственно, тратят туда десятки, а кто-то и сотни миллионов рублей в месяц. И так получилось, что некоторые каналы сегодня ушли в России. То есть, Google, вы там не увидите рекламу. Ну, если у вас, конечно, включен VPN, да, вы увидите, но надо как-то канал этот фиксировать, бронировать за собой. То есть, Google, шикарный поисковик, им пользуется очень много людей. Соответственно, как появляться на первых местах в запросе покупка квартиры? SEO, первый вопрос. И, соответственно, здесь что может выходить по запросу купить квартиру? Сайт или ролик на YouTube или шортс на YouTube. То есть, это короткий вертикальный ролик. Это тоже несет очень много трафика бизнесу. Соответственно, бюджеты как бы остаются. То есть, кто-то тратит 20 миллионов рублей в месяц в Google. Контекстную рекламу и другие. И сегодня нужно куда-то девать этот бюджет. Соответственно, показывать эффективность вложений. Соответственно, да, это SEO-продвижение. Это контент в том числе. И я хочу поговорить про контент. А именно про YouTube-канал для строительной компании. Во-первых, нужно понимать, что мы снимаем. Сегодня, вот как я это вижу, сегодня очень важно показывать клиентскую историю. Условно говоря, мы не строим жилье. Мы продаем смысл жизни. То есть, вот я вижу в любом бизнесе продажу смысла жизни. То есть, это продажа комфорта, продажа места, продажа красивого вида из окна, продажа, не знаю, быстрой доставки продуктов к тебе в квартиру. И сегодня многие компании рассказывают о том, как они продают смысл жизни. И если это сделать цепляюще, то это вызовет большой охват. Соответственно, люди лайкают, люди комментируют, люди делятся. И это алгоритмы. Насколько нам нравится этот контент, насколько мы им делимся, насколько мы досматриваем его до конца. Я хочу как раз-таки поговорить про те самые алгоритмы, про то, зачем это снимать, что снимать. И самое главное, про инструментарий. Потому что смотреть будут, возможно, ребята, маркетологи, технические специалисты. Первое, с чего хотел бы начать, это, наверное, SEO. То, что мы вводим в Google, на первых позициях сегодня, по органическим запросам выходят, сайты, которые продвигаются SEO очень активно. У них большой ссылочный профиль, специалисты меня понимают. То есть это сайты, где лучше всего поведенческие факторы, где лучше ссылочный профиль. То есть сайты ссылаются на этот сайт. И это все покупается. То есть ссылочный профиль, он наращивается за деньги. И, конечно, все конкурируют там. А так как сегодня в Google нет рекламы, все стали конкурировать еще больше. Ответом на вопрос, как еще выделиться, это YouTube. Потому что ролики в YouTube, большие, полноформатные, шортсы, они выходят в поиски сегодня. И как будто бы Google начинает их проталкивать вверх. Это ключевые слова, это досмотры этого ролика. И важно правильно снять их. А если ролик, например, содержит еще ссылку на твой сайт, то это вообще отслеживается. И мы понимаем, что в месяц мы тратим на YouTube 100 тысяч рублей или 500 тысяч рублей. И это в какой-то там, не знаю, системе сквозной аналитики дает нам понимание, что эти вложения эффективны. То есть мы продолжаем вкладывать деньги. Благодаря там, правильно, там UTM-меткам, благодаря там системам аналитики более современным, платным, в том числе системам аналитики. Этот синтез между технической составляющей, алгоритмами и контентом, самое главное, что мы снимаем, дает, наверное, максимальный эффект. Ну и, конечно, постоянство. То есть первые там 2-3 месяца результата может и не быть. И там спустя 4 месяца у тебя начинают расти просто просмотры, генерятся лиды, продажи и вот вам и деньги. Соответственно, ну, что снимать? Конечно, вот мой товарищ, да, хороший, помогает снимать объекты недвижимости сегодня. То есть это про то, что мы снимаем. Застройщик, он, имея большие бюджеты, может быть не хочет покупать вот условно какую-нибудь камеру там Sony с объективом. Ну, то есть вот это все там 700 тысяч рублей, да. Если месяц ничего не будет, ну, как бы в системе аналитики фиксироваться, он скажет, а зачем я купил эту камеру? Поэтому существует вот такая вот дешевая проверка гипотезы. Это коллаборация там с какими-то компаниями, которые помогают заниматься YouTube. Ну, в том числе, да, там мы сейчас делаем это. И, соответственно, ты дешево тестируешь эти гипотезы. Для застройщика это небольшие деньги, там, например, 100 тысяч, 200 тысяч в месяц, чтобы у тебя YouTube постоянно генерил контент. То есть за счет еще вот этого постоянства, за счет опыта этой компании, которая уже там сделала несколько проектов, она получает результаты. Да, не в первый месяц. Второй, третий месяц. Есть YouTube, которые уже там имеют базу подписчиков. И, в принципе, буст может быть сразу. Есть, кто делает с нуля, да, чуть-чуть подольше. Но это такая игра где-то, ну, может быть в долгую, но она дает результаты. И в перспективе она эффективна с точки зрения вложений рекламных, роми, так называемые. И при правильной настройке все это можно как бы отслеживать. Вот, как я и говорил, понимать, что снимать, понимать, как это оформлять, плюс постоянство, красочная картинка, там, я не знаю, красивые летающие дроны дают вкусный результат.